Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем, насчитываем Новый Завет в нашем издании, трехтомник. Полный Новый Завет вместе с откровением, с толкованием Блаженного Фетилакта и с комментариями. Это вот три тома. Показать первый, как изданы каждый том, 752 страницы. В каждом томе по 80 гравюр Гестава Доре. Итого получается 240 у нас. Видите, в полный лист. Это наша раскраска, как могли, постарались. И необычность издания Нового Завета, что комментируется, где считаем необходимым толкование Блаженного Фетилакта. Шрифт более крупный, жирный, подчеркнуто. А где это? В таких местах, где говорится о любви к Библии и о необходимости повсеместной и всеми до единого благовестия проповеди. Таких комментариев 297 будет дано. Итак, вперед. Евреям 11.27. Евреям 11.27. Ибо боящемуся совсем не следовало возвращаться и приниматься за прежнее. Но так как он снова возвратился, то показал, что верует в Бога. Итак, почему же не остался в Египте, но оставил его, если действительно не боялся? Потому что подвергать себя явной опасности и говорить, неужели Бог не спасет меня? Это свойственно искушающему Бога и дьявольское дело. Как и дьявол говорил Господу, бросься вниз. Матфея 4.6. Ибо, не убоявшись гнева царского, понимая так, что он убежал, уверовал, что убежит и что царь, как разгневанный против него, не будет преследовать его с своей стороны, а если и будет преследовать, то не схватит его. Знаком этого служит то, что он предпочел проводить время вдали от ближних и скрылся. Ибо, как бы видя, что Бог пребывает с ним, так все терпел. Ибо иметь всегда в уме Бога – дело весьма великого терпения. Как и Давид говорит, всегда видел я пред собою Господа. Псалом 15.8. И далее. Евреям 11.28. Верую совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Толкование. Павел всюду попутно вводит таинство, как и здесь в ряду увещания упоминает о таинстве Пасхи. Ибо пролитие крови той, то есть помазание косяков, обозначало пролитие крови Господней, помазуя из которой мы избегаем в ночи этой жизни истребителя, перворожденных у всех тех, кто помазан. Посему Моисей, уверовав тогда, что помазание кровью спасает первенцев, повелел народу сделать это, хотя это была кровь Агнца. Но однако, поскольку она изображала кровь Христа, она обнаружила такую силу. Вы же, будучи помазаны истинной кровью, уже ли не надеетесь оградиться ею? Конечно, да. И совершил Пасху, то есть вкушение Агнца и опресноков, и горьких трав, и уверовал, что народ, вышедший из Египта, будет спасен. Ибо обряд той вечере был преднавровлен к выходу. Евреям 11.29. Верою перешли они червное море, как под суше. Так что, покусившись, египтяне потонули. Что бы ни говорили, к чему выставляешь неподражаемых мужей, в пример привел и народ. Подражайте, говорит, по крайней мере, тем из толпы, кто уверовал, что вода не потопит их, и так ободрились, надеясь на Бога, что не пройдут среди моря по суше, исход 14.21.22. Таким образом, вера невозможное делает возможным. Почему же вы не веруете? И никто, говорит, не может сказать, что толп было в воображении, что воды не было. Ибо что было море, это доказали египтяне, которые хотя постарались войти в море, но были потоплены им, так как вода вдруг устремилась против них. При переходе же евреев она стояла стеной. Так и впоследствии пламень, направленный против трех отроков, показал, что он действительно камень, когда истребил вавилонян. Равно как и львы, приготовленные против Даниила, разорвали клеветников его. Так вот, смотрите, вода стояла стеной. Но стена, мы понимаем, что такое, это прямо вертикальный вверх. А на какую высоту? На глубину моря. Человек, который имеет веру, он даже никогда не спрашивает, ни старый, ни малый, ни знатный, а как она вода не разлилась? Бог! Как сегодня на земном шаре, что земля круглая и вода не разливается? Как? Никто это не может объяснить. Повесил ни на чем землю, ни на веревочке, ни на чем. Она висит, несется вокруг солнца, ни солнца вокруг земли. Но это уже даже доказывать не надо. Почему? Стояла стеной. Почему мы не удивляемся? Верою. Они верующие смотрят. И что, они шли и видели, как будто бы это аквариум какой? Да, видели, конечно. Видели, что это вода? Вот фильм Моисея, когда показывают там в такой, ну, как в виде мультика, но в интернетной уже версии. Там показывают, как она как бы шевелится, вода поднимается кверху, доходит. А народ, ведь шли-то не один человек, это не коридор какой-то, а широкая улица или широкий простор. Прошло-то не два человека, а от трех до пяти миллионов, да и может даже больше. И что? Ничего. А потом жезл ударил обратно и все сошлось. Египтяне потонули. А почему потонули? Вода даванула-то какая? Почему там? По сегодняшнейшем сказали бы кессонные болезни, внезапное давление. Объяснение какое-то можно приблизительно давать. Если веры нет, то сатана будет все время лжец. И на лживые идеи, что земляне шарообразные, он подкидывает новые и новые идеи. Не верь в это. Если океан есть, то океану там где-то какие-то непонятные ледяные стены стоят. Ну, то есть детские басни. И поэтому к детским басням у лжецов душа и прилагается, как к рашанинникам, там славик, там динозавры и что угодно. Это не годится даже думать об этом. Земля шар, и она висит ни на чем. И Бог восседает над ним. Считаем. А она стояла стеной. Все. И рыбы, может быть, видны были. Может быть, и видны были. Далее. Евреям 11.30. Верою пали стены ерехонские по семидневным обхождению. Если веры нет, как объяснить? Стены. Их стенобитные орудия не могут взять. Они пали. Да и пали-то они просто так. А ходили вокруг них. А что они ходили? Со стены жители Ерехона смотрели. Ну, что они ходят? Это вояки такие. Но в последний день надо было не один раз обойти, а сколько. И они точно выполнили. И не просто. А потом затрубите трубами. И рухнуло. Да не целиком стена. А где у стены там жила Раф Блудец, это участок земли. Стены остался целый. Это все раскопки идут. И стена как бы рассещённая повдоль была, как китайская стена. И на две стороны рухнула. А в одном участке все одновременно от времени упало. Как это может быть? Это нельзя объяснить. Он говорит, так как отроки разожгли нефть туда, хворост. Мужи, которые бросали их, они сгорели. А царь смотрит и ходит, они там поют. И запаха дыма не было. И ни одна волосинка не сгорела. Но люди любые посмотрят, это сказки еврейские. Что вы говорите? Ну вот так, надо видеть, где сатана действует. В электричке, когда едешь, там открытый коридор. Ну, просто садишься, сиденья, ничего нет. Ну, садимся один и говорит, вот я поверил бы всему. Но вот вы говорите, дьявол, дьявол, везде сатана, дьявол. Кто его видел? Я говорю, не видели никогда. Его видеть не надо. Но проявление его можем увидеть. А как? Я говорю, сейчас слушай внимательно. А уже электричка идет. Полная электричка, вагон. Я встал и говорю, кто хочет, чтобы я вслух посчитал интересные сказки? Давай, дед, гони. Все равно сидим, ничего не делаем. Я говорю, считаем еврейские. Не сказал, что сказки. Так, говорит, Господь и стал считать. И вдруг один встал, что вы ему позволяете тут агитацией заниматься? Один встал, да подойди, поможете, дай ему. Я говорю, ну, сел. Я говорю, видели? Вот он вылез, полный рост. Никто его не трогал. И он соскочил. Почему бесноватый? Мало-то он подошел, а мы сидим с человеком, который одним ударом мог любого завалить. Хватает нас за бороду и начинает таскать. А мы сидим за бородой, головой. Народ закричал, что там делать? И милиция подошла. Его сразу же забирать. А у него мандарины или что, просыпались и под скамейку. Он у нас под ногами ползает. И все, и псы будут лизать кровь его. Мгновенно, сразу же обстановка изменилась. Далее. Так, Евреям 11.31 Вера в блуднице, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. Вот о чем я и выше сказал. Выводит самую презренную личность, чтобы устыдить их через нее. Если они действительно окажутся хуже такой женщины. И вместе с тем показал, что сила веры велика, если она производит такое действие даже и в презренных людях. И так. И она показала свою веру, скрыв мужей, которых разыскивали, как соглядатаев. Она не скрыла бы, если бы не уверовала, что город будет взят. Ибо так говорила она. Я знаю, что вы возьмете эту землю. Ибо мы слышали о делах ваших. Сравните Иисус на Вин 2.9.10. И она поверила слышанному. Те же, кто не поверил, чудесам Божьим погибли. Ну как это? Она слышала, видела. Очень просто. К нам приезжает на крещение один студент немец. А мы поехали на коне. А его хозяин запрек. Да не умело запрек-то совсем-то. И у него оглобля-то отскочила. И он как понес. А он жеребес. А мы сидим. И одна женщина приехала с ребенком на руках. И конь несется со всех ног. А он сделал так, что вожжами-то я не могу оттянуть его никак. Там одна вожжина в сторону, там канава вокруг. На развезде под Степной Ребрихинского района. И откуда в это время приехали, оказывается, люди, которые машины оставили там, КамАЗы. И как преграда какая на пути у нас. И выскочили мужики навстречу. Они же слышат. Лошадь не добежала до них, остановилась. А этот немец, юноша, и говорит. А я знал, ничего с нами не случится. Я говорю, а почему? Да потому что вы, говорит, с нами, и вы молитесь. Да что, я не Моисей. Вы с нами, и вы молитесь. То есть мы должны быть в Господе. А людям Бог покажет, как равы. Почему мне это дорого? Потому что в моей жизни такой пример был. Она говорит, я слышала. Сегодня, когда говоришь, люди даже и не верят в это. Вперед. Евреям 11.32 И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках. Толкование. Доведя речь до блудницы и достаточно пристыдив их к качествам этого лица, потом ради краткости не перечисляет всех по отдельности, чтобы не показаться незнающим приличия. Однако и не умалчивает совсем, но, казалось бы, прекращая речь, не оставляет без внимания. И таким образом и не утомляет слушателя, и нисколько не хуже, получает тому, чего хочет. Через перечисление большого количества лиц. Какого времени? Или вообще сказано это, как принято у нас говорить, гиперболически. Или времени, потребного для послания. Видите, как слово употребляет? Времени, потребного для послания, гиперболически. Бабки-то не знают, то есть увеличенной, в той степени, как гипербола показывает, идет. То есть надо понимать, где-то что-то просто... Вот сегодня считали мы, холмы прыгали, как агнцы, горы, как комнатам. Или наоборот, не прыгали они, это выражение такое. В Израиле, когда воевали с филистемлянами, привезли ковчег, и народ кричал, и земля расседалась. Чего она будет расседать? Такого аппарата еще не изобрели, чтобы издать звук, и земля начала расходиться. Образное выражение. Но иногда бывает, понимать надо буквально и образно. Принесли агнца в жертву. Это ягненок был буквально, а уже прообразовала кровь Христа. Вот почему Писание самому запретили святые отцы толковать. Шестой Вселенский Собор, Девятнадцатое правило. А так, как святые отцы истолковали. И вопросов никаких нету. Иначе, к лживой своей установке, ты все время будешь подтаскивать новую и новую ложь. Один раз услышал, что спасается кровь и агнца. Да при чем тут ягнящая кровь-то? Там, может быть, помазали, а живет какой-то нечестивец, еврей. Златолюбец, корыстолюбец, банкир какой-то. А не помазали у египтянина, который живет свято, милости не подает. Неважно, первенец умрет в эту ночь. У всех, даже до фараона. Ну а как это может быть? Никаких как. В 99 лет цары, 100 лет Авраамы и зачнется. У женщины, если обыкновенная женская прекращается, все. Любой врач, любой не знающий ничего, любая женщина скажет. Как Златоуз говорит, и сухой ров, то есть женская утроба, и сохшая, когда уже ничего нету, произвела такой плод. Если в это не веришь, и зачем ты зачисляешь себя в число верующих? Верую, Господи, помоги моему неверию. На каждом шагу говори тогда. Вперед. Так, некоторые спрашивают, по какой причине помещают здесь и Ефая, и Самсона, и Варака? Что ты говоришь? Сказала блудница, почему ему не сказать о них? Нет нужды рассказывать мне об остальной жизни их. Но если они просияли верой, то на это обрати внимание. Верой, не жизнью. Если поставили фильм, сейчас, у нас привезли хороший фильм, поставленный о Самсоне. И начинаете извинение. Ну вы извините, вот тут рвое, тут ребятишки, надо смотреть, не знаю, перед кем извиняешься-то? Зачем тебе это нужно? Это Святая Библия, она указывает. У нее ничего не было, пьянка да бабы. Но какая была вера у него, сколько он врагов погубил. Он верил, косы отрастут, как Бог сказал. Бог не изменил план, ну ладно. Не стричь волосы, ты нарушил, тебя обрезали. Какая разница, волосы, не волосы, борода или не борода, есть большая разница. Притом очень большая. Ослепил тебя Господь, и поэтому бреетесь все до Папы Римского. И не понимаете, да да, энергетика в волосах, никаких слов лишних не говори. Бритву уничтожь сегодня же. Все встало на место. Послушание яви. И что? Ну а теперь видишь что? Какая вера? Умри душа моя перед землянами. И сколько он погубил больше, чем при жизни своей. Там было, в это время у них там рада была, или дума. Собрались все вместе. Все сразу одним махом. Отправил куда надо. Ибо апостол занимается не жизнеописанием, но показанием веры. Вот и все. Евреям 11.33. Которые веру и побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, толкования воины, бывшие с Гедеоном. Кто? Они же и Самсон. Они отразили врагов своих сородичей и единоплеменников, явившись с одной стороны, человеколюбивыми по отношению к своим, с другой, восстав на врагов, обижавших их. В этом и заключается свойство правды. Воздавать каждому по достоинству. Как, например, Давид. Ибо говорит, клялся Господь Давиду, от плода чрева Твоего посажу на престоле Твоем. Псалом 131.11. Чувственно, это исполнилось на Соломоне. Духовно же на Господе Иисусе, истинном Соломоне, мирном, в самом мире, как толкует имя Соломон, то есть мирный. Заграждали уста Львов. Даниил, глава 6.14. И Самсон. Евреям 11.34. Угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Толкование. Три отрока. Даниил 3.10.22. Не сказал, угошали огонь, но силу огня, что сильнее. Ибо хотя он окружал их, он не имел силы сжечь их. Также три отрока, или вернее сказать, Илья, меча Изавели, 3.11.18. И Сам Давид, меча Саула, возвратившиеся из плена Вавилонского. Ибо они ничем не отличались от костей мертвецов, как сказано у Езекииля. 37.11.14. Ну и немощный Езекия получил прибавление жизни. 4.21.11. Это также относится к тем же самым возвратившимся из Вавилона. Ибо соседние народы, всегда завидовавшие им, тогда еще более нападали на них. Но они, уповая на силу Божию, верой побеждали их. 1. Маковейская 6.28.42. 2. Маковейская 8.1.6. И другие. Более всего подходит это к Самсону. Видите как, ссылка на неканонические книги. Ими церковь всегда пользовалась. Приняла их в канон. А сектанты безумно просто 11 книг выбросили. Они этого не могут сказать. И растолковать, показать не могут. Веры нету. И был, говорит, была зима. Праздник обновления. 10 глава Евангелия от Иоанна. И прямо ссылка идет на это. Какой праздник-то? Только у Маковейских указано. А на них уже не смотрят. Почему? Ересь, еретики, никаких конфессий, динаминаций никогда не поминайте. Это под этими двумя именами скрытое слово еретики. Это сатана скрыл. Вперед. Евреям 11.35. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Толкование. Сарептская вдова через Илью, 3-я царств, 17-20-23, и Саманитянка через Елисея, 4-я царств, 4-32-37. Иные же замучены были. То есть обезглавлены, как и Иоанн Креститель, Матфея 14-3-11. Как и Аков, сын Завидеев, Деяния 12-2. Некоторые, впрочем, мучения объясняли смысле бичевания палками. Они могли бы не облечать тех, кого они облечали, и таким образом избавиться от наносимого им наказания. Но они не пожелали этого, дабы получить лучшее воскресение. Лучшее не такое, какое дети тех жен, или лучшее сравнительно с прочими людьми. Ибо святые в блеске будут подняты на облаках встретения Господа, что в другом месте, филиппийцам 3-11, называют восстанием, и вообще в жизнь вечную. Остальные же будут пребывать внизу, и в воскресенье будет им вечное наказание. Евреям 11-36. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Толкование. Например, Елисей, сделавшийся предметом осмешки для отроков, 4-я царств, 2-23. Или Самсон, для иноплеменников, после того, как ему выкололи глаза, судей 16-25. Многие из пророков. Потом Петр и Иоанн, деяние 5-40-41. А также узы и темницы, например, Еремия, 33-1. Михей, 3-я царств, 22-26. И впоследствии апостолы, например, Петр и Иоанн, деяния 5-18 и другое. Были побиваемы камнями, например, Навуфей, 3-я царств, 21-1-15. А потом и Стефан, деяния 6-8-15 и 7-1-60. Евреям 11-37. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытки, умирали от меща, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, толкования. Перепиливаемы, например, Монасей, Исаия, которого, говорят, перепилили даже деревянной пилой, чтобы это было для него тягчайшим наказанием, хотя он и без того был мучен сверх меры. Умирали от меча, например, Михея, Захария, Иоанн Креститель и Иаков. Смотри, как одни по вере избегали острия меча, другие же умирали от меча. Таково значение веры. Она совершает великие подвиги и терпит великие мучения, и при этом нисколько не думает, что страдает. Итак, почему вы, никогда еще не испытавши ничего подобного, сетуете? Все туете. Все туете. В кожах, например, ученики Ильи, так они были нестяжательны. Так как евреи еще не имели такого понятия об апостолах, то после упоминания о них переходит к славному пророку, взятому на небо. Выражение скитались, обозначает, что они подвергались преследованиям, и потому они оставались в одном месте. Милость же это кожа козы или овцы, терпя недостатки, например, тот же самый Илья и Елисей, ибо женщины питали их. Немало скорбей доставляла Илья и Езавель, преследовавшая его. Евреям 19, 38. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Толкование. Не можете, говорит, сказать, что они, будучи грешниками, претерпевали это, но такими, кое ценнее самого мира. Миром Писание называет и множество людей, и само творение. Здесь можно разуметь и то, и другое. То есть, смотри как, то и другое понимают, а как правильно, а можно понимать так и так, это не противоречит. Но есть где только один вариант. Посему, говорит, если противопоставить им все творение вместе с людьми, которое заключается в нем, то не найдешь ничего равного им по достоинству. Здесь возбуждает сердца их, чтобы они не заботились ни о чем мирском, если мир не достоин святых. Позор для тебя, если ты здесь получишь награду, ибо ты показал, что сам ты ничего не стоишь. Если весь мир не достоин одного святого, то зачем ты заботишься иметь в нем свою долю? Например, Илья, а также пророки, которых тайно питал Авдий в пещере, Третье Царство, 18.9, даже пустыню, говорит, не решались населять безбоязненно. Но и оттуда были изгоняемы страхом, и они переходили из одного места в другое. Однако они веровали, что получат от Бога вечное утешение, и потому переносили это. Евреям 11.39 И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного толкования. Что, говорит, вы малодушевствуете от того, что, находясь в подвиге, не получили еще наград. Все указанные святые, хотя уже и были засвидетельствованы, что благоугодили верой, однако еще не получили небесных обетований. Впрочем, некоторые удостоились земных обетований, как Давид. Но не этого они искали. То, что на небе, вот действительные обетования. Евреям 11.40 Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Толкование. Лучшим называют то, что относится к нашей чести. Чтобы не казалось, что они имеют преимущество перед нами в том, что увенчиваются первыми, Бог определил для всех одно время для увенчания. И не сказал, дабы они не без нас были увенчаны, но дабы не без нас достигли совершенства. Посему, когда они и окажутся совершенными, ныне же вообще имеют залог чести. Иначе откуда у них сила являться на помощь призывающим их? Откуда у них дерзновение на ходатайство перед Богом? Совершенство они примут тогда. Итак, справедлив ли Бог к ним, если они предварили нас в подвигах, а получение венцов ожидает нас? Напротив, это и для них вожделено, именно достигнуть совершенства вместе с братьями. Все мы единое тело. Больше удовольствия телу, когда оно увенчается всецело. Ибо Бог чадолюбивый отец, у которого много сыновей, одни из них, скорее окончив дела свои, возвратились с полей, другие же еще остаются там, занятые трудами. Тем, которые потрудились прежде, он даровал некоторые предвкушения, заповедовым дожидаться братьев на окончательный пир. Они же, будучи человеколюбивы, с радостью ожидают, чтобы им насладиться общим торжеством. Евреем 12.1 «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Толкование. «Не сказал, поднимающиеся над нами, но вокруг, то есть отовсюду нас охватывающие». Свидетелями же называют не только лиц новозаветных, но и ветхозаветных. И эти последние за свидетельство вали величие Божие, как три отрока, и Даниил, и все пророки. Не сказал же все множество, но облако, как наиболее приличное в настоящем наставлении. Так как те, кому писал апостол, объяты были огнем скорбей, то говорит в воспоминании о свидетелях, подобно облаку, охватывая вас, отовсюду освежит нас вас. То есть бремя земных занятий и попечения о них. Ибо, говорит, это не что иное, как тщетное бремя. Так почему же вы огорчаетесь при освобождении от них, и запинающий нас грех, или легко обладающий нами, или легко могущий подвергнуть нас беде, ибо если мы пожелаем, то легко подчиняемся греху. Или через грех легко подпасть к беде, ибо нет ничего столь опасного, как грех. Не сказал, станем биться, или станем бороться, но ставить на вид то, что было легче всего в деле подвига. Не сказал, усилим подвиг, но будем оставаться в том самом подвиге. Одни путем воздержания, другие путем милости, третий путем иной какой-нибудь добродетели должны подвязаться. Выжжать терпением, ибо оно вам нужно, как и выше было сказано. все. Все. милости.